Бьет, значит любит. Именно так думают некоторые женщины, которые становятся жертвами побоев, причиненных мужчинами. Другие, напротив, считают даже повышенный тон нарушением своих прав. Специалисты расценивают и то, и другое, как физическое насилие. Несмотря на то, что закон Украины о насилии был принят в 2002 году, его реализация проходит крайне медленно. Какую помощь жертвам насилия оказывают в Одессе, узнавала Ирина Мунтян. Многие люди понятие насилия связывают с физическим издевательством. Между тем, психологическое насилие признано практически равнозначным. Ему могут подвергаться как женщины, так и дети. Часто жертвы насилия могут воспринимать проявление агрессии в свою сторону, как абсолютно нормальное явление. Нередко мальчики наследуют поведение отца, заняв позицию угнетателя. Девочки, следуя примеру матери, продолжают молчать о том, что также подвергаются насилию. Многие люди при возникновении конфликтной ситуации в семье даже не знают, куда обратиться. Многие не знают просто, что надо обратиться, например, с заявлением в милицию, который начальник райотдела, он передает это заявление участковому. В основном, если задеты интересы детей, тогда подключается либо служба по делам детей, либо криминальная милиция по делам детей. За прошлый год правоохранители выявили 11 преступлений, связанных с торговлей людьми и 5 каналов поставки. Отечественный живой товар пользуется спросом в Турции, Венгрии, Польше, Германии и на Кипре. Людям предлагают работу за границей в качестве официантов, гувернантов, танцовщиц. На деле оказывается, что их просто завлекают в сексуальное рабство. Люди даже по скайпу общаются, их приглашают, в электронном виде оплачивают их поездки, они приезжают туда. На какой-то период времени им говорят, что работы отсутствует, вам надо пожить в отеле, вот есть недорогой отель. Люди соглашаются, проживают там без работы 3-4 недели. Потом приходят и говорят, что работы нет, а отрабатывать надо есть долг. И таким образом предлагают какие-то секс-услуги. Сегодня существуют центры оказания помощи жертвам насилия. А вот о работе с самими агрессорами почему-то забыли. В Одессе нет ни единого центра, специалисты которого могли бы оказывать на них влияние. Сегодня, к сожалению, торговля людьми по-прежнему остается одной из наиболее злободневных и актуальных проблем.